Бог отделяет конкретного человека для какого-то конкретного дела. Как обстоит у вас дело? Как вы думаете, Бог вас отделил? Для чего Бог вас отделил? Знаете ли ваше призвание? Друзья, если вы христианин, если вы обратились к Иисусу Христу, уверовали в Него, искренне покаялись, если вы возрожденный человек, Бог уже вас отделил от этого мира, очистил, омыл, сделал вас своим детем. И Он отделил для какого-то конкретного служения. Если вы возрожденный человек, у вас есть свое предназначение от Бога. Вопрос не в том, Бог отделил или нет. Отделил. Вопрос в другом. Знаете ли вы, для чего? Знаете ли вы, на какое служение? Истинный христианин не может пустить на самотек этот вопрос. Вы не можете быть в неведении. Вы должны чувствовать дискомфорт, если вы не знаете, чем вы должны заниматься. Вы должны найти свое место в церковь. Настоящая христианская жизнь, когда вы знаете свое призвание. Когда вы познали Божью волю, когда вы стали на своем месте и когда вы полноценно, я подчеркиваю, только тогда вы полноценно участвуете в вашей христианской жизни и церковной жизни. Вы развиваетесь полноценно. Если вы просто прихожанин церкви и болтаетесь, вот как-то не знаете, куда идти, или все эти разные церкви, это неполноценная христианская жизнь. Полноценная христианская жизнь. Вы знаете ваше призвание и служите этим Богу. И Бог благословляет вас. Вы испытываете это удовлетворение. Вы испытываете эту радость. Вам хорошо. Вы знаете Божью волю. Вы готовы это исполнить. И Бог благословляет вас в этом. Это христианская жизнь. У вас возникнет вопрос другой. Как я могу это узнать? Могу ли я ожидать, что какой-нибудь пророк мне скажет, Бог тебя отделил? О, было бы так просто. Да? Было бы так прекрасно. Как вы думаете, почему Бог тогда так говорил? А сегодня мы утверждаем, что Бог так не говорит. Мы знаем, что четыре отрывка из Священного Писания говорят о духовных дарах. Это 1 Петра, 4 глава. Эфесянам, 4 глава. Римлянам, какая глава? Правильно, 12 глава. И 1 Коринфянам, 12 по 14 главы. Вот это там, если вы все это объедините, что у вас получится? У вас получится 18 духовных даров, которые упомянуты в Священном Писании. Мы видим в Священном Писании, что дары и откровения, и дары, которые доказывают эти откровения, они остались в прошлое. Это касается апостольского времени. И апостол Павел говорит об этом. Важнейший стих. Посмотрите, Эфесянам, 2 глава, 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и кого? Пророков». Они заложили основание, имея самого Иисуса Христа к оригольным камням. Потом уже церковь строит стены, там, крышу, там, и так далее. Почему необходимы были эти дары специальных откровений? Потому что не было еще написанного Нового Завета. Как люди могли узнать волю Божью? Бог прямым образом открывал. Нужно ли сегодня это? Нужно ли мне ждать какого-то пророка, который мне что-то скажет? Нет. У нас нет такого учения. Известный отрывок в Римлянам, 12, 1, 2. Посмотрите, здесь говорится, как мы можем узнать Божью волю. Павел говорит. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, и не сообразуйте с веком сим, но преобразуйте с обновлением ума вашего, чтобы что? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Как вы можете познавать? Смотрите, вы должны познать, умом познавать. В другом месте, в Ефесянам 5, глава 17 стих, то же самое, посмотрите. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Если вам пророк придет и откроет, вам не нужно постигать умом. Вам не нужны все эти предшествующие усилия. Пророк пришел, ты призван быть миссионером в Грузию. И вам этого ничего не надо познавать. Вы должны просто взять и исполнить. Нет. Священное Писание так не учит. Теперь вам надо напрячься, молиться, исследовать и таким образом познавать волю Божию. Видите разницу? Это Новый Завет. У вас есть «познавайте волю Божию через Писание». Это идеальная взаимосвязь, если вы хотите. Друзья, вы знаете волю Божию на основании Писания. И вы постоянно стремитесь пробивать волю Божией. А когда вы хотите конкретно о себе узнать, какое служение совершать, какой у вас дар, на кого жениться, куда учиться, эти все вопросы, вы познаете очень легко, если постоянно стремитесь пребывать в воле Божией. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.